В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Восенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Самый красивый день в году, как саровчанки создают праздничный образ на 8 марта. Символ солнца, секреты приготовления самых вкусных блинов на масленичной неделе. На работу, как на праздник 9 марта, Международный день диджея. Далее расскажем обо всем подробно. Весна – пора пробуждения природы, вдохновения и расцвета. Это время года по праву можно назвать временем красоты, тепла и света. И не случайно начинается весна с самого красивого и нежного праздника 8 марта. В Международный женский день все представительницы прекрасного пола стараются выглядеть еще привлекательнее. Одни создают свой образ в домашних условиях, другие отправляются в студию красоты. Каждый рабочий день Натальи Щербаковой – праздник красоты, вкуса и стиля. Сегодня она может поделиться со своими клиентками самыми уникальными и эксклюзивными секретами красивого макияжа на все случаи жизни. Правильно красить ресницы и наносить тени Натальи училась с детства. Поначалу практиковалась на подругах, создавая им яркие образы. Со временем начали появляться первые клиенты. Стали появляться невесты. Я работала на выездах, своим чемоданчиком большим, плюс еще какие-то коробки на машине с адреса на адрес. Я ездила, собирала невест, подружек невест и так далее. Созданием повседневных и праздничных причесок Наталья начала заниматься не так давно. Весь прошлый год она потратила на обучение и посещение курсов от известных парикмахеров и стилистов. Это направление Наталья освоила и без особого труда, после чего решила открыть студию красоты. Уверенная женщина, она красива в априоре. То есть, когда женщина получает тот макияж и несет тот макияж, как будто бы вот она родилась с ним. И ей внутри комфортно, ей круто. Она понимает, что на нее смотрят. Наталья рассказывает, что этой весной в моде эффект сияющей кожи. Стилист советует девушкам и женщинам в этом сезоне смелее пользоваться румянами. Весной мы обязательно наносим румянец, мы должны быть свежи. Немножко тонального крема, то есть выравниваем цвет лица. Хайлайтер на выступающие части, скулы. Даже можно добавлять немножко на подбородок. То есть эффект такой влажной, сияющей кожи. Весь день накануне 8 марта Наталья вместе с коллегами проводит в студии красоты. Стилисты трудятся над созданием праздничных причесок и макияжей для саровчанок. Уважаемые наши женщины, девочки, поздравляю вас с 8 марта. Обязательно ухаживайте за собой, уделяйте себе внимание. Улыбайтесь, будьте счастливыми. Весь день 8 марта в адрес женщин звучат только теплые слова и поздравления. Малыши рисуют мамам и бабушкам открытки, коллеги дарят подарки, любимые мужчины приносят домой букеты цветов. Редакция нашего канала решила не отставаться в стороне и поздравила саровчанок с международным женским днем. У нас на канале 16 есть добрая традиция. В преддверии 8 марта мы обязательно выходим на улицы города и дарим девушкам цветы. Ну а от них сегодня попробуем получить поздравления для всех девушек в городе. Пойдемте, это будет здорово. Гоу! Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сегодня получали уже цветы? Нет. Давайте справим эту поплошность. Смотрите, я вам розочку абсолютно бесплатно поздравляю вас с 8 марта. Будьте красивы, желанны и всеми любимы. Поздравляю всех с праздником, вы живите долго и счастливо, и всем любви. Поздравляем вас с 8 марта, желаем вам счастья, здоровья и удачи. А от вас хотим, чтобы вы всех девушек города поздравили так, как сможете. Самое главное, чтобы этих девушек поздравили мужчины. Вот о чем я хочу сегодня всем пожелать. Пойдемте дальше. У меня еще есть цветы. Пойдемте. Держите, это вам. Поздравляем вас с 8 марта, желаем, чтобы все было хорошо в жизни, всегда улыбались. Дорогие женщины, желаю нашего женского счастья, но для этого нам тоже нужно прилагать усилия. В идеале женщина должна быть умной, красивой и доброй. Вот этого всем и желаю. Радость-то какая на лице у человека. Здорово. Дарить хорошее настроение – это круто. Пойдемте, сделаем это еще разок. Знаете, чем еще хорошо 8 марта? Это когда ты выходишь на улицу, на улице светит весеннее, настоящее весеннее солнце, а вокруг столько улыбающих девушек, чтобы просто словами не передать. Это очень классно. За это мы, в общем, собственно, и любим этот праздник. Ну, мы, мужчины, я имею в виду. Пойдемте, будем дарить радость девчонкам. Гоу! Вам как, а беленькая или розовенькая больше? Розовенькая. Держите вам розовенькую розу, чтобы было хорошее настроение в этом преддверии 8 марта. А от вас, знаете, чего нам хочется? Да. Поздравьте всех женщин, девушек города с 8 марта, так как вы это умеете. Каждая женщина, каждая девушка, девочка заслуживает любви и заботы. Как настроение? Отличное настроение. В связи с праздником или просто пораньше с работы отпустили? В связи с праздником, конечно же. Я смотрю, вам сегодня подарили уже по цветочку. А можно, а можно мы присоединимся к поздравлениям ваших коллег по работе и подарим вам еще один цветочек? Привет. Поздравляем вас с 8 марта. А вам? Девчонки, я всех поздравляю, и женщины, я всех поздравляю с этим замечательным праздником. Пусть детки, пусть ваши мужчины, пусть все окружающие, друзья, знакомые, пусть все вас радуют. Дарят вам хорошее настроение и добро. Всем девушкам, всем деткам, дочерям, внукам, бабушкам, всем, 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 всем хорошего весеннего настроения. Традицию дарить девушкам цветы на улице в преддверии 8 марта мы соблюли для вас. Про 8 марта собирали поздравления Кирилл Васенин и Владимир Лисик. С праздником, девушки! Девушки. Срок предоставления рассрочки по оплате взносов на капитальный ремонт продлен до 1 мая. В этот период региональный фонд капремонта не начисляет пене при условии исполнения собственников помещения взятых на себя обязательств. Информация о рассрочке, а также образцы документов размещены на официальном сайте фонда в специальном разделе. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области пройдет горячая телефонная линия по вопросам своевременной выплаты заработной платы, о нарушении сроков, о незаконном применении работодателями серых зарплат, о несоблюдении требований о минимальном размере оплаты труда и других нарушений граждане смогут сообщить по телефону. 8 831 278 45 24. Горячая линия будет работать с 18 по 22 марта. В городской администрации начался прием заявлений на получение разовой выплаты ко Дню Победы. Соответствующую бумагу за ветерана может подать любой из его родственников, доверенное лицо или социальный работник. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 77 26 и 9 90 40. Православное творческое объединение «Мир» приглашает сарапчан на спектакль «Сестры». В основе постановки лежит настоящая история о зевеевских монахинях, отбывавших заключение в карагандинских лагерях. Спектакль покажут в воскресенье 17 марта в здании объединения по адресу проспект Мира, дом 50. Начало в 14 часов. Нижегородская область переходит на цифровое телевидение. Оно придет на смену устаревшему аналоговому вещанию. Всем жителям региона будут доступны 20 цифровых каналов без какой-либо абонентской платы. Отключение аналогового вещания в регионе запланировано на 3 июня 2019 года. С этого времени все каналы, входящие в первый и второй мультиплексы, будут доступны только в цифре. Отключение аналога никак не повлияет на абонентов кабельного телевидения. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило план перехода россиян на цифровое телевидение. Отключение аналога и полная замена на цифру в стране идет по определенному графику. Для жителей Нижегородской области обозначена дата 3 июня 2019 года. Однако это не распространится на операторов кабельного телевидения. Наши жители, наши абоненты, в частности, будут получать как аналоговое вещание, так и цифровое. Поэтому наших абонентов, в принципе, это никаким образом не коснется. Абонентам предлагается на выбор два пакета телеканалов. В первый стандартный входят аналоговые каналы и общедоступные цифровые. Во второй все цифровые, а также каналы высокой четкости, которые вещают в HD-формате. Для того, чтобы пользоваться тем или иным пакетом, следует заранее изучить характеристики своего телевизора. Есть телевизоры, которые поддерживают определенный формат вещания. Есть телевизоры, которые этот формат вещания не поддерживают. Я сейчас поговорю про цифровой формат вещания. При цифровом вещании по одной частоте можно одновременно передавать целый пакет каналов «Мультиплекс». Цифровой сигнал «Не боится помех в эфире» позволяет подключать различные дополнительные сервисы для зрителей. Если у пользователя современный телевизор, который поддерживает нужные стандарты формат видео для перехода на цифровое телевидение, Ничего дополнительно покупать не надо. Еще один вариант – стать абонентом кабельного телевидения. Если телевизор старый, купленный лет 10 назад и более, если есть желание смотреть цифровые каналы, человек может к нам обратиться, и мы подключим цифровой пакет, стоящий из 70 телеканалов. Приставку эту дадим совершенно бесплатно. Отключение аналогового вещания никак не отразится на зрителях нашего телеканала. Канал 16 вещает в сетях всех кабельных операторов города. Дарья Цыпорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Масленица – один из самых веселых праздников в году, отмечается который на протяжении 7 дней. Это время, когда люди веселятся, ходят в гости и устраивают гуляние. В этом году масленица выполнена неделю с 4 по 10 марта. Она делится на два периода, у каждого из которых есть свои обычаи. Но главная традиция всего праздника – печь блины и угощать ими своих родных и близких. Для приготовления блинов нам понадобится 2 яйца, сахар, молоко, масло и мука. Оксана Макарцева знает множество рецептов приготовления этого угощения – вегетарианские, фруктовые и блины для приверженцев правильного питания. Свои предпочтения Оксана отдает классическим тонким блинам и считает, что их можно сочетать с любой начинкой – мясной, творожной, со сгущенным молоком и многими другими. Наливаем молоко, добавляем яйцо, добавляем щепотку соли, добавляем соды. Берем венчик и аккуратно перемешиваем. Начинаем потихонечку добавлять муку. Теперь проверяем консистенцию теста. Консистенция должна быть не жидкой. Если тесто у вас получилось густое, можно добавить молока или воды. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Сахар добавляем по вкусу. Если вы блины будете делать с начинкой мясной, добавляйте меньше сахара. Так, и добавляем масло. Все, тесто готово. Можем приступать к жарке блинов. Масло необходимо на сковородку для того, чтобы блины не подгорали. Нужно смотреть, чтобы не оставалось сурового теста на поверхности блина. Если теста не остается, мы переворачиваем блин на другую сторону. И у нас получается ровный, красивый, румяный блинчик. Наши блины вы можете использовать с любой начинкой. А у нас это крыжовниковое варенье. Ммм, блинчик очень вкусный. Человек, который создает настроение на вечеринке и знает все о новинках в мире музыки. 9 марта свой праздник отмечают диджеи. Эта профессия очень популярна и за годы существования стала своего рода символом современного поколения и молодежи. Диджеи появились в России примерно 20 лет назад. И сегодня уже сложно представить свадьбу, юбилей, корпоратив или детский праздник без диджея. Виктор Миротворский работает диджеем более 10 лет. Все началось в 6 классе, когда молодого человека пригласили поиграть музыку на школьной дискотеке. Когда вот первые разы выходишь, тоже выступать, ну это же по сути и есть выступление, это волнительно, к этому нужно готовиться, морально себя подготавливать. И при этом при всем нужно чувствовать людей, которые танцуют, понимать то, что им нужно. При этом как бы совмещать разные стили, не играть там допустим в одном стиле, а как-то разбавлять толпу. Диджей должен не только уметь грамотно составить непрерывный музыкальный плейлист с переходами между треками. Его главная задача создать гостям настроение и зарядить позитивом публику на танцполе. Красивая подача должна быть. Во-первых, это большой материал должен у тебя быть, который ты знаешь этот материал, уже как бы ты его играл и уже понимаешь, как люди на него реагируют. Потом правильная подборка под людей, то есть когда они танцуют, ты смотришь, как они двигаются, ты сдаешь им ритм. Диджейнг продолжает набирать популярность среди молодежи еще не так давно. Это музыкальное направление было для многих новым и малоизвестным. Но с каждым годом все больше юноши и девушек мечтают видеть себя за диджейским пультом. Вообще в народе его путают. Многие думают, что это музыкант-композитор, который пишет музыку. На самом деле это не так. Диджей это тот, кто делает микс, тот, кто сводит треки. Диджейнг не переподают в учебных заведениях. Эту профессию можно освоить самостоятельно. Достаточно иметь при себе необходимую аппаратуру и желание постичь творческое и интересное направление. Редакция нашего канала поздравляет всех диджеев с профессиональным праздником и желает побольше хорошей музыки и зажигательной публики на танцполе. Ирина Ушигородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин